Друзья, сегодня особенный день, такая особенная проповедь будет. Знаете почему? Как вы думаете, почему? Хочу сразу, чтобы вы включились вообще в общении. День покоя. Суббота, день покоя, да. Особенный день. Знаете, сегодня такая, первый раз в жизни у меня такое было, просто опыт такой, что обычно я когда молюсь, готовлю проповедь, то Бог начинает мне мысли посылать. Вот такая, 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 я начинаю исследовать, 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 и потом целая проповедь, выстраивается целая цепочка. А сегодня рано утром я проснулся, потому что как будто бы кто-то постучал на дверь комнаты нашей. Я встал, открыл дверь, никого нету, и у меня в голове мысль, одно слово, тема проповеди. Кстати, Бог меня пробудил, дал мне название проповеди, и никого там не оказалось за дверь. Я записал эту тему проповеди, лег спать. Я уже только утром сегодня готовил. Вы знаете, для меня я понимаю, что она такая, может быть, сырая немножко, но почему-то Бог хотел, чтобы именно ее мы сегодня изучили с нами. Вам интересно, что это за тема проповеди? Очень. Хорошо, какая-то минута. Притча, 17 глава. Вот это слово мне пришло, мысль, вот это слово. Тема проповеди – жизнерадостность. Ну, вообще, знаете, мне легко говорить на эту тему, потому что я жизнерадостный. Я думаю, что те люди, которые жизнерадостны, им тоже будет легко изучать эту тему. Сама по себе тема очень важная, потому что она взаимосвязана и с нашим предприятием. Очень прямо. Видите, веселое сердце благотворно, как врачевство, а он и дух сушит кость. И в самом начале, ну, мы с вами пойдем, я хочу вам рассказать примеры жизни одного моего друга. Покаяние моего всегда ничем недовольного друга. Вот такой вот начал истории. Бывают такие люди, ваши знакомые, которые постоянно чем-то недовольны? Бывают, да? Я надеюсь, что вы не такие. Что это ваши знакомые такие могут быть. Но вот, представляете, у меня есть такой друг. И вот ему все время все не так. Он что-то там сделает не так. Купил машину, не та машина. Начал что-то делать в огороде, плохой инструмент. Что-то там делает, не то не так. Дети у него неправильные, родители у него, ну, родители так. И знаете, все время чем-то недовольны. И вы знаете, и сколько раз я с ним тоже разговариваю, говорю, послушай, да начни ты радоваться хоть чему-нибудь. Просто порадуйся. Он говорит, да, хорошо. Вот на ночь было, вот сегодня можно было в рот, все, такой день был хороший. И что-то опять человек недовольный. И думаешь, ну что же он такой все время недовольный? И вы представляете, однажды он едет на машине, пристегнутый, все как положено, за рулем. И вдруг смотрит, что написано, дорога-объезд. Он остановился, вышел из машины, подошел к человеку, спросил, а куда, как, что за объезд, что случилось? Ему говорят, там вот так-то, так-то, осторожно, потому что там дорога плохая, там еще что-то. Хорошо, садится в машину, не пристегивается, едет дальше. И решил на ходу пристегнуться. И в этот момент, а был сильный туман, был такой туман, что он не увидел поворот. И он отвлекся на этот ремень, он думал, что он по прямой едет, а на самом деле дорога ушла вправо. И он, получается, слетел с дороги, и это была зима, и его понесло, и он в сугробы, ну как бы, в сугробы остановился, но с большой высоты, там метра четыре было, как он вниз слетал. А, на обочину. И у него получился компрессионный перелом, межпозвонковый диск. Ну, то есть, представляете, это такого давления, у него кости не выдержали, ну, межпозвонковые. Слава Богу, он не стал, он как бы инвалидность, ничего, то есть, у него сохранилось. Но он раскаялся, и он мне говорит, я понял, унылый дух, как там написано, сушит кости. Я постоянно недоволен, мне все время все не так. И вот теперь я убедился, что это сто процентов, ну, как бы, проблема будет причинно-следственная связь, что он постоянно был недоволен, его проблема со спиной получила, ну, как бы, кости. А если бы он был веселое сердце, была бы всегда бодрой, какое было бы приятное и здоровье. Я хочу, чтобы мы сегодня рассмотрели эту взаимосвязь нашего настроения, и нашего состояния здоровья, и нашего состояния вообще души, потому что оно все взаимосвязано. Целостность духа, души и тела. Не бывает так, что у человека что-то в организме плохое, а он на лице все время довольный. И наоборот, когда у человека все... Ну, как бы, нам понятно, бывает иногда люди недовольны, даже когда у них все хорошо. Но давайте мы разберем, как оно должно быть на самом деле. Что значит жизнерадостность? Давайте я с вами этот вопрос разберем. И положение. Радоваться жизни. Радоваться жизни. Радоваться жизни. В каждом находить что-то хорошее. Всегда находить что-то хорошее. Еще какие варианты? За все благодарить. А за плохое? И за плохое тоже. Вы знаете, вот такой простой, наивный, но очень хороший пример. Мы, здесь большинство из нас, ну, есть, по крайней мере, люди, которые были выросли в Советском Союзе. Помните старый-старый мой фильм «Ох и ах». Помните? Очень хороший пример, да? Когда один радовался всему, а другой на все, все не было не так. То есть, на всему он огорчался. Наверное, вот в жизни нужно искать больше всего хорошего, правда? Позитивно. Да, да, да. Вот я хотел бы, чтобы жизнерадостность, вот смотрите, само слово, это понятно, что он там, порень, как оно все выглядит. Жизнерадостный. Радуется жизни. Во всех ли случаях радуется жизни жизнерадостный человек? Или он только жизнерадуется, когда жизнь прекрасна? У меня, наверное, тут ситуация будет не радоваться. А, как на самом деле? Хорошо, давайте другой вопрос. Кто из вас жизнерадостным человеком все считает? Раз, два, три. Что-то немного нас. А, да, пока сразу выдержал улыбку, с улыбался, что он жизнерадостный. Хорошо. Теперь давайте вот те люди, которые подняли руки. Те, кто не поднял, даже если вы жизнерадостный, вам тоже это относится, этот вопрос. Удавалось ли вам радоваться в сложную ситуацию? Замечательно, что не всегда. Было такое? Да. Мы сегодня разбирали историю Йога. Был ли он жизнерадостным человеком? Да. Ну, описывается, что ситуация есть, когда он говорит, когда я улыбался, то юноши не верили своим глазам, что он улыбнулся. Я не знаю, то ли это было вызвано тем, что он такой, ну, как скажем, был сдержан в чувства. И его улыбка, она для них, для всех, я думаю, все начинали улыбаться, когда он улыбнулся. Может, это лето, товарищ Сталин улыбнулся, да? Все сразу. Сразу, товарищи, но если он не улыбался, то я не вижу, что ты бы стоял и улыбался, да? Потому что потом бы он уже больше никогда бы не улыбался. Но вот я имею в виду вот эту взаимосвязь, что... Ну, опять же, мы об этом поговорим. Хорошо. Какой человек жизнерадостный... Вот, пожалуйста, сидит жизнерадостная Оля. Ха-ха-ха-ха-ха. И все сразу, ха-ха-ха, и тоже все ха-ха-ха не поняли, почему она ха-ха-ха смеялась, да? Но оно влияет. Вы замечали, что влияет жизнерадостность на других людей? Да. Давайте мы с вами еще подробнее разберем. Одна из историй, которая мне очень нравится, и мне захотелось быть похожим на одного важного героя, который мне всегда нравился. С моего детства он мне нравился. Давайте почитаем о нем. Ревность нескольких матерей отравляла семейный мир. Дети росли вздорными и своевольными. И жизнь главы семьи была омрачена тревогой и скорбью. Среди них, однако, был один резко отличавшийся по характеру старший сын Рахили, Иосиф. Редкая красота которого, казалось, отражала внутреннюю гармонию ума и души. Ну, по крайней мере, внутренняя гармония ума и души, это может быть у каждого из нас, даже если внешность у них самые там красивые, да? Целомудренный, энергичный, жизнерадостный юноша обнаруживал также серьезность и твердость в отношении нравственности. Целомудренный, энергичный, жизнерадостный. И какой вопрос, конечно, у нас следующий идет. Помогла ли жизнерадостность Иосифу в его жизни? Как ты думаешь? Конечно, сегодня мы можем, так знаете, видя всю историю его жизни, с легкостью сказать, что ты был счастливый человек. Но он стал счастливым человеком, или нет? Был ли он успешным человеком? Был ли у него карьерный рост? Это был прекрасный карьерный рост. Куда бы он ни попадал, у него был прекрасный карьерный рост. Но почему-то потом опять были какие-то падения. И в этот момент, что он чувствовал? Что вы чувствовали, когда вы работаете где-то, все у вас хорошо и вас подставляют? Вас оболгали и вас посадили в тюрьму. Чувствовали вы себя жизнерадостным человеком? О, как прекрасно здесь! Я сижусь в тюрьме. Ну как бы. Я не знаю, какое вот состояние сердца было этого человека? Виталий. А? Только Виталий может быть. О, не дай Бог, да, как говорят. Не дай Бог же так было. Я понимаю, что в жизни каждого из нас будут встречаться какие-то определенные проблемы. Но интересно, что Иосиф, когда его продали братья в рабство, и он проходил и вдалеке в шатры своего отца. Вы представляете какое-то, что это было за зрелище такое? В этот момент он понял, что его отец не услышит, даже если он будет кричать. Но он принял решающее, такое решение, которое всю его жизнь в дальнейшем направило. Он принял решение. Что бы ни произошло в моей жизни, я останусь верным Господу всецелым. Представляете? Хорошее решение? Хорошее решение. Это прекрасное решение, друзья. И для нас это пример жизни великого человека. Видишь, когда мы читаем про Иосифа, у меня сразу иллюстрация. Иосиф, это такой молодой пареньок, знаете, мальчик. Но на самом деле это был уже потом зрелый мужчина. И вот уже был. Преклоном в возрасте старец Иосиф, который остался верным Богу на протяжении всей своей жизни. Представляете? Можем ли мы принять такое решение? Быть жизнерадостными людьми и принять решение, что что бы ни произошло. Мы будем верными Богу. И чуть дальше мы с вами разберем, какими хочет видеть нас Бога. И интересно еще тоже заметить, это очень важно. Как вы думаете, кто из семьи Иосифа, из всех его братьев, в том числе и он, больше всех прожил? Не он. А? Он меньше всех прожил. Да. А кто меньше всех прожил? Иосиф. Иосиф прожил меньше всех своих братьев. Представляете? Все события, которые произошли в его жизни, они сказались. И на вот эти, может быть, физическое, он сильно много трудился. Потому что его братья, когда пасли овец, то в это время он там был рабом, он очень много работал. И в то же время нервные переживания у него были какие-то. Но он оставался верным Богом. Его жизнь была прекрасна. Нет ни единого упрека в Писании против Иосифа. Вы представляете? Нет ни единого. Хотя мы находим, что он где-то поступал, ну, нечестно, мягко говоря. Когда он создал видимость, что украли его чашу, помните? Когда он притворялся, что он там подозревает братья, какие-то обвинения делал. Но это вот такая вот мелочь. На фоне того, что могло бы быть в жизни других героев, мы видим тот же самый Давид. Я сегодня изучаю вообще книгу царств и читаю о Давиде, какая жизнь у него была. Как он часто лгал. Были такие случаи. Когда он откровенно придумывал, оправдывал себя, где-то вёл себя не так. Но каждый раз, когда его вовлечал, где-то Бог он каялся. А у Иосифа мы не находим, что он где-то как-то себя повёл, знаете, Бог его вовлечил, он раскаялся. Он просто жил. Можно сказать, что тут ещё другая сторона есть в жизни Иосифа. Вот знаете, как очень интересная тенденция просматривается. Когда Иосиф был молодым мальчиком, каким он был? Он был избалованным, согласен с этим? Отец его баловал. Отец его баловал. И Господь, почему в жизни Иосифа было допущено такие испытания, чтобы совершенствовать его характер? То же самое происходило и с Моисеем. И с другими героями, согласитесь, правда? И с нами как героями. Да, и с нами то же самое. То же самое, когда мы приезжаем на предприятие, трудиться и так далее, тоже происходят испытания, это тоже примерно не характер. Поэтому, если говорить о Иосифе, Иосиф был несовершенный характер, был непростой. Он был явничал, правда? Увидят, что братья что-то увидят, убежал к отцу. Отцу всё говорил. И отец был в курсе тех событий. Что происходит с братьями? Он же за них волновался. Он понимал, что они идут не в ту сторону. Они его не слушали. И он ушел отец к отцу, говорил. Отец на них пытался влиять как-то. А они воспринимали это как диагноз. Ну, понятно. То, что говорит Виталий, коснулся тем, конечно, я не говорю, что, знаете, святой. Лик святого сейчас мы ему припишем. Вестница Божья об этом пишет. Да, в Библии не находим мы ни одного упрёка в сторону Иосифа. А Вестница Божья пишет, да, что ввиду того, что отец его очень сильно любил. И там вообще так интересно, Вестница Божья пишет. Она говорит, что когда мама умерла, Рахим, то он всю свою любовь передал на отца. И отец так полюбил его больше всех своих сыновей. И так было ребёнок его любимой жены. И я понимаю, что здесь, конечно же, вот эта, знаете, слепая любовь, она влияла негативно на его характер. И Бог допустил эту ситуацию, это нужно было. Но в то же время мы видим его нравственную чистоту. Он стремился всегда к лучшему. И когда он оказывал сложные ситуации, вот эта жизнерадостная ситуация, то есть он старался видеть какие-то преимущества. Есть один пастор, он сказал, ну проповедь интересная, он сказал, что Иосиф был жестоким. Потому что когда он стал наместником фараона, он не стал разыскивать своего отца. Он так возгордился, что он не захотел вроде бы идти туда искать отца, искать родных. А он просто оставался на том месте, где был, и Бог послал уже самих сыновей туда. Ну братья, братья Иятова. Ну это такая теория, знаете, одна из теорий. Она такая неплохая в принципе. Потому что действительно стоит вопрос, почему он когда стал уже наместником фараона, почему он не разыскал своего отца, он же мог это сделать. Одно дело, когда он был рабом, он ничего не мог сделать. Другое дело, когда он был... Ну это опять же, это проповедь, другой тема, другой проповедь. Это только догадки, можно сказать. Это догадки, да. Вестница Божия это не подтверждает. Поэтому такое, можно сказать, что это одна из из теорий. Но все-таки жизнерадостность Иосифа, я уверен, помогала. Были ли случаи в вашей жизни, когда оптимизм помогал вам? Даже в сложных ситуациях. Вы замечали, как меняется настроение, когда ты подумаешь немножко, взвесишь все, и по-другому смотришь на эту ситуацию. Можно смотреть другими глазами, можно смотреть чуть выше. Я, знаете, помню, когда я молился, и вот какое-то переживание у меня было. И, Господи, вот у меня сейчас такая проблема, сейчас надо что-то там решить. Ну как, представьте ситуацию там с экзаменом. Да кто не сдавал, кто не волновался перед экзаменом? Поднимите руки, пожалуйста. Ну хоть кто-то. Честно говоря, и я тоже. Всегда волновался перед экзаменом. Ну не то, что прямо сильно, но так волнение было. Я, представьте, вы молитесь, Господи, хоть бы мне этот экзамен сдать, хоть бы мне сегодня этот экзамен сдать, мне такая мысль, ну просто иллюстрация, что. Сынок, посмотри на эту картину свыше. Твоя жизнь, она очень быстро, она как бы идет, ну знаете, как вот, день за днем пролетает. Вот вы знаете, что сегодня уже почти неделя прошла, как вы сюда приехали, да? Да. Быстро время. Очень быстро. Мы смотрим, как время летит. И для нас так же. Мы смотрим, только люди приехали, уже вечером прощали. Ну так же только началось, все, любая, уже выезжает. Я понимаю, что вот так же самое, получается, наша жизнь летит. Будем ли помнить мы про экзамен математики в третьем классе? Я вообще уже не вспомню даже, был ли он у меня тогда. Но на тот момент я так волнуюсь. А Бог говорит, а ты научись вот подниматься выше этой проблемы. Посмотри на всю твою жизнь. Понимаешь, что это все мелочь. Конечно, я решу, помогу тебе ее. Но старайся не травмировать себя, что ли, не убиваться из-за этого. Я помню, как мой учил меня один дядя. Ну, в смысле, не дядя по крови, а просто в церкви. Один мужчина, мы очень подружились, он дружил с моим папой. И мне нравилось, он такой, знаете, юморной. Там анекдоты кучу рассказывал, а я так видел анекдоты. Я от него там не отходил, он всегда шутил, мне так весело было. И он мне говорит, ты знаешь, потом уже сторонку мне отвел. Он говорит, знаешь, как я школу прогуливал? Я говорю, как? Он говорит, я тебя научу. Так, дети, закройте уши. Он говорит, берешь осу или пчелу. И вот ты правша или левша? Я говорю, правша. Он говорит, ты берешь вот так вот между пальцами, пусть она тебя укурит, укусит. А рука у тебя опухнет. Ты придешь и скажешь, что руку сломал. И три дня тебе писать ничего не надо будет. Она пока у тебя опухлость сойдет. Ой, слушай, ты смотри, какой он молодец. А дальше он еще говорил, а хочешь еще лучше расскажу? Я на заводе работаю. Брали вот эту вот часть кожи, просто либо плоскогубцами откусывали, либо зубилом отрубали. И она потом заживает плохо, и ты ничего не можешь делать. И опять тебе дают там трудовую, все, ты там гуляешь. Ты знаешь, он не учил. А я сижу, думаю, ничего, все интересно. А он говорит, а еще я тебе расскажу? Расскажешь? Нет, уже страшно. Он на такие вещи мне рассказал. Я думаю, вот это находчивость. Знаете, что лишь бы не работать, лишь бы не учиться. Вот она наша. Что нужно еще ребенку, казалось бы. И вот получается, под таким влиянием. Вот этот человек все рассказывал. Я думаю, молодец, а зачем работать? А зачем учиться? Знаете, вместо того, чтобы что-то полезное учить, и рассказать, как что-то хорошо сделать, вот этот человек у меня так и так, у меня запомнится. И я понимаю, что мы можем находить себе оправдание, чтобы что-то хорошее не делать. Но ситуация, когда у нас, наоборот, что-то произойдет, знаете, не дай Бог, что-то случится, то мы понимаем, что это не случайно. Мы доверяем эту ситуацию Богу. Но самим нам не нужно искать таких приключений, чтобы потом пытаться найти жизнерадостность какую-то. Хорошо. Может ли наше настроение влиять на окружающих? Да. Конечно. Может, да. Все так думают? Может. Причем очень сильно. Может. Такой хороший пример, когда семья утром просыпается, все собираются на кухне, и тут заходит Папа. И вот знаете, очень важно понимать, да, в каком настроении он зайдет. В каком настроении он зайдет, так в таком настроении будет семья. Согласны с этим? Да. Все согласны? Все папы поняли урок из литки, да, что папа должен заходить жизнерадостным. Давайте мы прочитаем историю. Это мне очень нравится, особенно для матерей здесь говорится, конечно. Ну и пап тоже, да. Мать может и должна бороться со своей нервозностью и плохим настроением, даже если она находится в депрессии. И во время болезни она может, если только научит себя, оставаться жизнерадостной и приятной в общении, и переносить шум лучше, чем ей может казаться. Ей следует позаботиться о том, чтобы дети не чувствовали ее немощь, и чтобы им не передавалось ее уныние. Ибо в противном случае их чуткие и легко ранимые души будут воспринимать дом безжизненным могильным склепом, а комнату матери самым унылым и гнетущим местом на земле. Благодаря усилиям воли разум и нервная система могут укрепиться, и человек сохранит душевное равновесие. Сила воли во многих случаях лучшее успокоительное средство. Вообще, конечно, это урок психологии, по сути, да, друзья. Я, когда вот думаю об этом, это же, то есть я не поддаюсь своим чувствам, а я анализирую их, принимаю нужные решения и направляю их в нужное направление. Представляете? То есть получается, я проснулся, как говорят, не стой, ноги встал, да? Мне все не нравится, я злой там, недовольный. И я осознаю, что сильное волевое решение может изменить мое настроение. Прекрасно или это новое? Вас это вдохновляет? Вы сейчас можете радоваться, друзья. Не надо такими умениями. Это волевое решение. Примите это волевое решение радоваться. Потому что так говорит Слово Божие. Вот смотрите. Благодаря усилиям воли разума и нервной системы укрепиться. Вы хотите, чтобы ваша нервная система укрепилась? Дима, вы так сделали? Почему? Вы уже зевнули? Вы даже не хотите. Не хочу я уже больше. И так укрепилось уже, да? Благодаря так делают. А, когда говорит, да. Вот так это не так. У нас есть сестры некоторые так делают, нет? Да, да, да. Все нервная... Говорит, вот сестеричка, да? Благодаря усилиям воли разума и нервная система могут укрепиться. И человек сохранит душевное равновесие. Оказывается, что иногда мы хотим... Знаете, вот я помню, у меня девушка одна... Не из балкона ничего лишнего. Я дружил с одной девушкой. Этой девушке было хорошее настроение, когда была хорошая погода. Представляете, как хорошо было, когда хорошая погода. Но когда была плохая погода, лучше я говорю, все, все не так, то не так, это не так. Я задумался, а как мы будем с ней жить, если будет всегда плохая погода. Вот, утром просыпаешься, опять ты! Встретит тебя любимая. Или еще что-то подобное. Я понял, что... Ну, мы с ней расстались, конечно, мы не смогли с ней долго. Я понял, что с таким человеком это очень такой, знаете, барометр плоховат. Да уже стрелка, барометр, все плохо, все, печаль пошла. Или раз солнышко, и ты, о, солнышко, наконец-то, одно солнечный день в неделю. Я понял, что мне нужен человек, который будет жизнерадостным всегда. Потому что оно очень влияет и на меня. И как мы здесь считали, что настроение матери влияет на настроение детей. И так же самое настроение родителей, отца влияет на настроение матери и так дальше на детей. И на наших друзей, на наших соседей. И, может быть, ободрением. И было ли так у вас, когда вот вы в компании какой-то находитесь, и приходит такой душа компании, и настроение у всех поднимается. Замечали, да? Да. Или наоборот приходит какой-нибудь человек, и все сразу... Дядя пришел какой-то там, да? Ну, это так. Ну, как вариант. Что кто-то пришел, кого мы понимаем, что настроение он не поднимет в лучшую сторону, но может его испортить. И некоторые люди после этого теряют настроение. И вот в этот момент нам нужно помнить о том, что мы не должны терять настроение. Нам надо его поднять, подойти, обнять, похлопать. Все будет хорошо, даже у вас, дядя. Ну, я как вариант какой-нибудь людей. И вот мы, когда люди оптимистичны, будем жизнерадостными, то даже и дяди, и тети, они будут радостными в нашей атмосфере. Конечно, мы понимаем, что это не должно быть лицемерие, знаете, как американцы. Hello, how are you? И они улыбаются всегда, и ты тоже смотришь на них. Да, у меня тоже все хорошо. Мы понимаем, что оно от чистого сердца, но это же очень чувствуется. Вы знаете, что даже, ну, переговоры, я, ну, как, я был менеджером по продажам, и обучение, когда проводили, я читал много книг разных научных. И очень интересно, что когда вы говорите по телефону и улыбаетесь, это ощущают люди на том конце провода. Представляете, ну, если можно сказать на том конце провода, сейчас провода вообще нет, на том конце телефона, другого, да. То есть, когда вы говорите, алло, да, и человек это чувствует, или он говорит, о, привет, и человек чувствует настроение. И вот это очень важно, чтобы мы помогали людям видеть красоту этой жизни, ценить ту жизнь, которую Бог нам дал. Иногда мы, ну, знаете, как бы считаем, что мы самые несчастные, ну, как вот говорят, да, люди. Как вы думаете, как часто я вспоминал про две стиральные машинки? Я раньше вообще про них не думал. Есть и есть, еще то не так стоит, то не так, там, что там, пена не та, то там еще что-то. А сегодня, когда их унесли, какие же это были хорошие машинки, ну, и что ж там пена, ну, и что ж там там то. Такие машинки, я о них думаю и думаю. И так бывает в жизни людей. Когда они что-то имеют, они это не ценят. А когда они что-то потеряют, то потом они начинают считать, что, о, как же теперь мне жить, а как ты раньше живы, ныл постоянно, да. Все-все-все было плохо. Конечно, для нас примеры силы воли. И знаете, я хочу, чтобы мы тоже на эти вещи обращали внимание. Вообще, это особенно касается наших отдыхающих. Особенно отдыхающих это касается. Особенно Люси это касается. А, шеи просто. В принципе, я отворачиваю. А не, не, не. Она, конечно, разминали просто, что ли. Хорошо. Ну, можете пересесть в другую сторону теперь. Есть один очень важный принцип жизненный. Я хочу вам дать такой секрет успеха. Хотите получить секрет успеха? Я вообще их раздаю направо-налево. Особенно по утрам. На духовных размышлениях. Так вот, смотрите. Если что-то, открылась какая-то тема, и вот мы сейчас читаем про что-то, то это обязательно исполнится в нашей жизни. То есть мы как готовимся. Знаете, как детей готовят в школе к экзаменам. Бывают ли, как вы думаете, вопросы на экзаменах, которых не проходили дети во время учебы? Нет. Ну, кроме ЕГЭ, я имею в виду. Ха, потому что сейчас такие ЕГЭ, там и не поймешь. Мы можем такой задать такой вопрос. Но на самом деле, правильно было как? Детей научили. 2 плюс 2, 4. 3 плюс 3, 6. Ну, это мой дядя. У меня дедушка двоюродный есть. Он такой, ну, тоже юморист. И вот он на улице, там, всех детей, там, знаете. О, привет, дети, все. Здрасте, дедушка Иван. Так, сколько будет 7,8? Он такой, 32, молодец. Похлопала, говорит, вообще я поднимаю, я не понимаю. Так, а ты сколько будет? И, о, молодец. Я всегда боялся, что он меня сейчас спросит. А потом, я же знаю, будет высмеивать. Потому что я все утро он не говорю. Всю мать, я говорю. Виталик, я... В общем, знаете, почему я вообще так говорю? Я помню. Сначала мы изучаем тему, а потом мы сдаем экзамен. Сегодня, друзья, мы изучаем тему. Как вы думаете, для чего? Для нашего здоровья. Смотрите дальше. Чтобы жить и жить вечно. Сегодня мы изучаем, потому что обязательно такой экзамен нам придется сдать. Когда мы окажемся в сложной ситуации, у нас пойдет все, и из-под нашего контроля будет выходить. Когда легче доверять Богу? Когда у тебя все хорошо или когда все плохо? Когда все плохо. Да, такой вопрос, голос подковыркой, молодец. Знаешь, когда у нас все хорошо, нам Бога не нужен иногда. Зачем нам Бог? У нас так все хорошо. Вот проблемы будут, вот это Божие, помоги нам. И каждый человек, он иногда заранее понимает, иногда не понимает, что его настрой, все ситуации, которые Бог у нас в нашей жизни производит, они идут, нас подготавливают к принятию решения, которое будет, может быть, судьбоносным решением. И сегодня я хочу, чтобы вы приняли решение. Вот это закон успеха. Закон успеха заключается в том, что когда в нашей жизни мы проходим теорию, мы должны подготовиться, зная, как принимать решение в будущем, когда будут сложные ситуации. Если сегодня мы изучаем тему о жизнерадостности, то я вам хочу сказать, что обязательно, может быть, с сегодняшнего дня, может быть, через неделю, у вас окажется ситуация, когда испытает вас Каспорж. Будете ли вы жизнерадостными? Или, может быть, вы будете в этот момент умелы? Ну, конечно, кто же теперь в такой ситуации может радоваться жизни? А Бог от нас ожидает. Знаете, чего? Мы об этом давайте дальше посмотрим. Влияет ли наше настроение на наше здоровье? Да. Очень влияет. Да, очень. О, как хорошо, как три человека есть, которые отвечают. Я еще всем вопросам, друзья. Вы же должны, ну, как бы, слышать проповедь тоже, в том числе, и отвечать на вопросы. Влияет, да? Спасибо, четыре человека. Влияет, да? Влияет ли наше настроение на здоровье? Давайте почитаем, что Вестница Божия описывает. Я видела, что моего мужа пугает сама необходимость предпринимать усилия в вере своей. Страх и беспокойство о своем состоянии сделали его робким. Он смотрит на видимое положение вещей, на неприятные ощущения в теле. Ангел сказал, чувство – это не вера. Верить – значит просто доверять словам Бога. Я видела, что во имя Бога и с помощью Его силы мой муж должен сопротивляться болезни и силой воли подниматься над своими метущими чувствами, метущимися чувствами. Он должен отстаивать свою свободу во имя Бога Израилева и с помощью Его силы, где можно меньше говорить и думать о себе. Ему следует быть жизнерадостным и счастливым. Друзья, это обетование для нас? Да. Когда мы чувствуем какое-то недомогание, слаб, болезнь, что нам нужно сделать? Довериться Бога. И какими быть? Веселыми, счастливыми, радостными. Я думаю, жирный будет тебя специально. Жизнерадостными и счастливыми. Вы представляете? Одна знакомая, мне нравится, как Лукис рассказывает. Лукис говорит, у меня есть любимая секретарь. А, он говорит, была любимая секретарь. И всех сразу нас дорожило. Что значит любимая секретарь? Это как? Понятно. И он говорит, каждый день мы с ней виделись, каждый день она знала, что я люблю. Она готовила мне там именно тот чай, который я люблю. Ну, травяной напиток там или еще что-то. И моя любимая секретарь умерла на своем рабочем месте, когда ей было 92 года. И сразу так, знаете, тут сразу все расставили. Какой молодец, Лукис. А то уже начали думать любимая секретарь, которая, знаешь, развилась такие мысли. Жизнерадостными и счастливыми. И вот сейчас мысль потерял, друзья. Рассказал про эту историю. Это Лукис. Что же я хотел рассказать? Какой-то другой хотел рассказать. Настояние. Ну, хорошо. Давайте мы, да, может быть, если вспомним, если то расскажем. Если нет, то что-то другое подскажем. Жизнерадостными и счастливыми. Я хочу, чтобы мы на эту тему поразмышляли. Мы должны стараться, когда у нас будет какая-то проблема. Мы должны вспомнить. Вы помните, как сказало в Слове Божьем? Что Христос сказал? Он говорит, когда вас поведут пред царями на суды, не думайте, что вам говорить, потому что Дух Святой что сделает? Он нам напомнит. Он нам напомнит. Друзья, когда у вас случится неприятность какая-то, то что произойдет? Что вам напомнит Дух Святой? Что вам надо быть какими? Жизнерадостными. А какая была ситуация в то время у этого человека? Мужа пугает сама необходимость претермать усилия в своей вере. И вы видите, как здесь говорится о чем? Его силы, силы Христа. Мой муж должен сопротивляться болезням. Представляете? То есть Бог говорит, что мы должны сопротивляться событиям, которые происходят, которые неприятны для нас, которые выбивают почву из-под наших ног. И при этом мы должны иметь, ну точнее быть, или иметь характер жизнерадостными и счастливыми. Радоваться любой ситуации. Легко ли это в легких ситуациях? В легких легко. Ага, ты вас поймал. А вот в тяжелых. Тяжелых ситуациях. Да. А чтобы старание было успешным, знаете, что надо делать? Знать, где силы чаркнут. И давайте еще раз почитаем. Я видела, что во имя Бога и с помощью Его силы. Вот эта мысль обрывается на людях. Во имя Бога и с помощью Его силы. Мы можем быть жизнерадостными и счастливыми. Вы знаете, почему молодежь курит коноплю? Чтобы настроение было. Алкоголь почему употребляет? Потому что надо. Чтобы быть веселым. А вы видели алкоголика на следующий день, после того, как весь вечер смеялся и шутил? Ну, умный. Печальнее картины я не встречал, называется. И он радуется только, когда опять увидит стимулятор. Пока стимулятора нет, у него нет радости. Я помню, я когда-то, вот я помнил тоже, что, будучи молодым подростком, ну, как подростком, может, там, молодым парнем, я, мы с друзьями, когда встречались, пили пиво. Друзья, пивка попили, настроение веселое, мы такие добрые, все хорошо у нас. А потом на следующий день все унылые, голова болит, плохо, там, еще что-то. Вечером пивка попили опять веселые. И мне пришла такая мысль, а могу ли я радоваться жизни без этого пивка вообще? Или я уже не способен? Я с того времени начал как-то задуматься на эту тему. И потом Бог дал мне такую, как скажем, свободу от этой зависимости, то есть он мне как бы показал, что мне это не нужно, и он меня освободил от этого. Но иногда люди даже не осознают, что ребенок, для того, чтобы ему радоваться, ему не нужна чашечка кофе, ему не нужна стакан водки, ему не нужны там какие-то еще стимуляторы. Он говорит, жизнерадоваться мы можем естественным образом. И это Божий план, чтобы мы такими были. Давайте мы дальше пойдем. Какими хочет видеть нас Бог? Ну я вот только что подсказал, кто был брать или те знает. Какими? Жизнерадостными и счастливыми. Именно, жизнерадостными и счастливыми. Когда у человека все хорошо, это естественно, что он жизнерадостный и счастливый. А когда у него все плохо, он жизнерадостный и счастливый, то говорят, что про этого человека? Активист. С ушел с ума. Знаете, потому что... Вы знаете, ты такую историю рассказывали, я помню проповеди в одной слышал. Что когда сгорел дом у человека, муж и жена были. Он верующий, она не верующий. Когда дом сгорел, он стал петь псалм. Просто прославлять Бога. И к нему сосед подошел, говорит, ты с ума сошел. Ты не в своем уме. Он говорит, да, я не в своем уме, я в уме Христа. А вот моя жена, посмотри на нее, она в своем уме, и она там рыдает и плачет возле этих обгоревших углев. Она сожалеет и разрывает свое сердце. И знаете, вот эта история, она показывает о том, что... В каком мы уме будем воспринимать ситуацию. В доверии Богу, как Бог на это смотрит. Или же вот своими силами, когда мы рыдаем и убиваемся, потому что мы понимаем, что мы чего-то лишились. А Бог хочет нас смотреть глазами вверх. И Он ожидает от нас. И если, знаете, если Бог сказал, да будет свет, что следующее произошло? Блинцы свет. Блинцы свет. И Бог сказал, да будет зелень на земле. И что произошло? Из черной земли и из голубой глины, как у нас здесь, да? Появилась зелень. Бог так сказал. В одном мгновении, да? В одном мгновении. И деревья вырыскив в одном мгновении. Мы еще это увидим. Знаете, когда? Когда Бог будет творить все новое. Мы будем участниками творения новой земли. Представляете, это интересно. Я хочу там быть. А вы? Мы там будем, друзья. И хочет нас Бог видеть. Давайте почитаем еще об отреи. Пишет Ирину Войт письмо сестре. Я хочу сказать тебе, сестра моя, пусть твоя уверенность в Боге не ослабевает. Бедная, трепещущая душа, положись на Божье обетование. Тогда вражеские оковы сокрушатся, и его наущение не достигнут своей цели. Какая цель у сатаны? Вот смотрите, внимательно читаем, друзья. А то я тут читаю, и смотрю, вы не обращаете внимания. Положись на Божье обетование. Пусть твоя уверенность в Боге не ослабевает. Тогда вражеские оковы сокрушатся, и его наущение не достигнут своей цели. Не внимай на шептывание врага. Раскрепостись, угнетенная душа. Мужайся, скажи своему бедному отчаявшемуся сердцу, уповай на Бога, и я буду еще славить Его спасителя моего и Бога моего. Ты пыталась поступать по правде, и Бог был к тебе благ и сострадательным. Оставайся жизнерадостной и распрощайся со своим мраком и сомнением. Потворствуя сомнением, ты бесчестишь Бога. Вот это вообще интересный ход событий. Представляете? Потворствуя чему? Сомнением. Сомнением. Два ли у вас сомнения? Сожиданными. А от кого они, как вы думаете? От станды. Бог конкретно нам говорит, что сомнение о дьяволе. И если мы поддаемся сомнениям, то что происходит? А я прочитаю вам слух. Смотрите. Потворствуя сомнением, ты бесчестишь Бога. Представляете? Таким образом, получается, проявляется наша вера или наша неверия. Если у меня есть вера, то я не буду поддаваться на эти сомнения. Я их буду разгонять, знаете, как вот туман. Рассеялся. Или же наоборот. Я буду поддаваться этим сомнениям. И таким образом все небожители будут видеть, ну а почему же этот человек не верит Богу? Но ведь Бог рядом с ним. Но неужели человек вот... Ну как история, да? В лодке. Когда Христос вместе с учениками плыл на лодке. И ученики начали кричать, Господи, погибаем, спаси нас. Понимаете? Кто это кричал, какой был? Петр. Петр, конечно. Все понимают, что это был Петр. Потому что он такой молчать не мог. И в этот момент Христос говорит, что вы так боязли и маловер. А что же ожидал Христос? Как вы думаете? Вер. Вер. Что она должна была выразиться? Что Иисус-то с ними спасался. Они должны были посмотреть на Христа. Те же что-то что-то сказали. Паник же не должна быть. Не должна была быть паник. Да, подушечку. Ты взбил. Не, не, лечь. Одно дело, как бы, два вида поведения. Будить его в панике, когда они разбудили. Или разбудить, что есть проблемы. Извините. На всяком случае паники. Ну, вы помните, да, это, если не ошибаюсь, Марка написано, что? Господи, ты спишь? Или как он там говорит? Мы погибаем. Не видишь, что мы погибаем? Да, он как-то так. Мы тебе делаем. А, да, тебе дело нет. Такая претензия к Богу. Ничего себе, спать, Лех. Нам тут всем плохо. И вот иногда в нашей жизни бывает плохо. Иногда такая буря. Ты как молей. Боже, тебе что, нужды мне? Ты посмотри, как я бедный убиваю. Как мне плохо. А он говорит, а что ты паникаешь? Кто тебе сказал, что сейчас нужно паниковать? Может такое быть в вашей жизни? Тем не менее, они тогда звали себя таким образом. Они не могли и не дозываться таким образом. Они были для чудовища. Ну, опять же, тут возникает вопрос. Смотря на то, что получается. В разных ситуациях, да, мы должны быть радостными, жизнерадостными. Не должны быть, знаете, как монахи. Вот, когда приходишь в православный, есть такие постные лица. Вот, мы не должны быть такими. Но вопрос возникает в другом. Не во всех ситуациях мы будем улыбаться. Самое главное, мы должны, наверное, сохранять мир сердца, чтобы был покой. Этот Божий мир, который покоится всегда на лице Христа. Да, согласен. Конечно, будут ситуации, когда там, да, мы убивать будут или еще что-то, в это время улыбаться не сможете. Или во сне вы спать будете, даже не так вот спать, что ли, у вас тоже не получится. Но в то же время, есть такой интересный цитат в Духе Пророчества, то, о чем ты, Виталий, говоришь. Вестница Божия пишет, что отношения со Христом будут запечатлены на лице человека. Мы видели когда-нибудь людей, которые сидят в тюрьме многие годы? И скажем, на лице, что ли? Еще когда там налысо побреют всех, они прямо, знаете, такая злоба, такое, как недоверие человеку, оно прямо, глаза такие жестокие. А вы видели когда-нибудь человека, который отсидел в тюрьме, а потом принял Христа как своего спасения? Жизнерадостный человек, его лицо совсем другое. Умиротворение. Да, у него поменялось. Хотя раньше, какие-то бывают моменты, иногда бывает, я знаю, мой знакомый, иногда, когда он в какой-то раздражительности, злобе, то у него проявляется этот блеск в глазах, который вот, ну, остаток, может, отпечаток, который остается. Иногда отпечаток остается на всю жизнь. Но в то же время, чаще всего меняется. И мы со своей стороны можем либо в этом участвовать, либо нет. И Вестница Божия говорит, что отражение будет на лице меняться. И вот мой знакомый мне рассказывал. Он говорит, что они читают вместе Дух Пророчества. с одним там другом. И читают вот эту цитатуру. А тот и говорит ему, да здесь она ошибается. Мое лицо, оно не должно там. Христос у меня в сердце. И он такой, знаете, лицо у него. И он говорит, ну как бы в сердце ли он у тебя, если у тебя лицо такое. А он говорит, да что тут лицо? При чем тут лицо вообще? Лицо-то вообще ни при чем. Ну и такой, там даже манера говорить, она как бы говорит, потому что человек... И его это, знаете, как бы немного обидело, что у него на лице не видно вот этой радости. Я вам скажу, что раньше я тоже старался какую гримасу лица сделать, чтобы страшнее быть. Знаете? Чтобы на меня другие боялись. Там, вот ты что? И получается такая внешность. И ты потом уже проходит год. И ты вроде бы уже хороший, добрый человек. Сидишь, читаешь, как Сережа Смирнов рассказывал. Он говорит, сижу, читаю какую-то историю такую духовную. И такой мир на сердце. У меня такая радость. Я думаю, наверное, сейчас мое лицо такое прямо, как у ангела. И он говорит, я подхожу к зеркалу. Задумчивое лицо, знаете, какое-то. И он говорит, а я ведь помню, как я себя настраивал тоже, так, чтобы таким взглядом, знаете, прямо пепелящий взгляд, чтобы был. Оно, кстати, остается. Этот осадок иногда остается. Но таким ли хочет Господь, чтобы у нас были лица? Знаете, размышляйте над этим. Я стараюсь следить за своей осадкой. Вы стараетесь следить за своей осадкой? Я часто сутуюсь, я часто там встану. У меня один приятель есть, он как-то так становится, вот так. Я когда позирую его, у меня уже вся спина болит, значит. А он так стоит, привык так. Ну, я не буду говорить, какие-то за руки. Я когда его вижу, мне аж больно становится. Я думаю, я сразу, знаете как, я для себя решение принял. Если я вижу человека, который идет встроенно, что я буду делать? Я буду повторять за ним, я тоже буду встроен. А если я вижу человека, который стоит вот так, что я буду делать, я буду вспоминать, что я так стоять не хочу, я тоже буду подтягивать. В любых случаях решение одно, надо подтянуться. И вы знаете, друзья, что хорошо бы, чтобы мы тоже помнили о том, что Бог ожидает от нас, чтобы наше лицо было. И у меня история в жизни такая была. Когда я, ну, будучи директором лизинговой компании, я пошел на переговоры с одной крупной компанией в Туле. Может, вы знаете даже, Демидовская компания, Демидовская минеральная вода. Это такой бренд известный, раскручен в центральной части России, хорошо раскручен. И вот я встречался, там два директора, два руководителя, брат и сестра, и он директор завода Демидовский, она минерский люкс, как-то там. Ну, потому что я точно не помню же тонкостей. Ну, тогда я помню, когда я на переговоры пошел с его сестрой, и мне говорили, что это женщина, которая испепеляет всех. С ней невозможно вести переговоры, это просто одни проблемы. Я тогда еще менеджером был, когда я первый раз столкнулся с ней. Я помню, я звоню туда, а мне еще как, я новенький, только пришел, мне говорят, давай ты звони в эту компанию. Давай, давай, позвони, насчет договора поговорить. Ну, я звоню, алло, здравствуйте, можно выслушать? Такой чувствуется болевая женщина. Я с ней начинаю разговорить, она говорит, вот, вы опять там просрочили договор, где там то, я говорю, сейчас мы решим, там, т, т, т. Она еще вот это не так, я говорю, хорошо. Она говорит, это не так, я говорю, хорошо, все решим. Я быстренько начинаю решать перезвание, я говорю, так, по этому пункту, вот это, вот это, вот это, она такая, хорошо. Ну, теперь проходит время, проходит немного времени, я иду туда на переговоры. Я прихожу в помещение, и слышу голос, знакомый мне, так, где там что-то? Я думаю, вот, идет эта женщина, директор, она выходит, я сижу и говорю, «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» «Прошла имя у меня?» Ну, потому что мы поговорили, и в этот момент заходит коммерческий директор. Я говорю, «Добрый день!» Она такая поворачивается. «Ты что, Виталец?» Я говорю, «Да». Она к тебе голосу узнала. «Слушай, я хочу только работать с тобой. Ты можешь решать проблемы». Мы с ней так подружились. А потом проходит время. И где-то год прошел, я уже директор музыкальной компании, стал у нас сделки хорошие проходили. И она мне сказала, вот какую мысль. Ну, там получилось так, что я голодал. Вот помните, я расколол 27 суток, я голодал. Я вот как раз голодал в это время. И она знает, что я верующий. Она конфликт веков у нас купила. Вообще, очень интересно так все это событие. Мы с ней общались, и она говорит, «Ты знаешь, когда я тебя впервые увидела, я поняла, что ты Божий человек. Твое лицо просто светилось. А я-то этого не замечал». Ну, как бы, знаете, естественно, для меня было быть человеком, который, ну, в жизни радостный вроде бы, как верующий человек. И знаете, вот, а для нее это было как бы... Ну, представьте, что я бы сидел бы там грустный и унылый, да? Оно бы на человека, ну, как бы, впечатление такое же сложилось и оборудовало. А сегодня она воспринимает христианство как что-то привлекательное и доброе. Потому что мы живем, и мы счастливые люди. Нам не нужно создавать маску одевать, что мы счастливые люди. И Бог нам говорит, что не забывайте, что вот это ваше настроение, оно передается другим. И интересно еще, что есть причинно-следственная связь, последовательность событий. Я не знаю, как это правильно научно, может быть, называется. Но от избытка сердца говорят уста. Знаете, да? То есть, если человек постоянно чем-то недоволен, он постоянно говорит, что вот то не так, то не так, и так далее. И в то же время, если мы будем говорить о хорошем, то наше мышление будет меняться в лучшую сторону. Вы представляете? То есть доброе, то, что мы будем говорить, оно будет формировать нас изнутри. Вот это очень интересно. Поэтому, когда Бог нам говорит о том, что будьте жизнерадостными, мы должны настраиваться, даже если жизнерадости и нету, то настраиваться на жизнерадостность. Боже, а как мы будем жизнерадостны в этой ситуации? Задавайте этот вопрос Богу. И Он скажет, да вот так вот. Вот сделай вот это, и ты будешь жизнерадостным. Я задаю Богу вопросы постоянно, но он задает мне ответы. Часто оптимизм и жизнерадостность сохраняли нас, свикая каких-то ссор. Когда мы жизнерадостно подходили к себе, это в семье очень важно. Быть жизнерадостным, постараться с улыбкой реагировать на то, что там что-то не так. И как приятно видеть реакцию других людей, когда что-то не так с твоей стороны. И они сказали, ну ладно, и так бывает. Да? Приятно же нам? А когда они что-то не так сделали, ну что ты так наделал, ты что там, не понимаешь что ли, да? А тут реакция же, ты думаешь, вот с тобой, если бы кто-то так поговорил бы, да? То у тебя вообще все настроение было. Я понимаю, что часто мы учимся, может быть, друг у друга, подмечаем, что у кого-то жизнерадостности больше. И мне хочется быть похожим на этого человека. А у кого-то ее меньше. И мне не хочется быть на этого человека похожим. Давайте будем теми людьми, на которых хочется быть похожими. Хочется, чтобы вот эта атмосфера, при том, что это божественная атмосфера, друзья, не забывайте. Есть черты характера, которые не от Бога, а есть те, которые от Бога. Итак, выводы. Жизнерадостность помогает в трудные минуты не унывать. Каждый из нас может это испытать на руках, может быть, вы часто испытывали. Жизнерадостность оказывает доброе влияние на окружающих. И на наших детей, и на наших жен, и на наших, ну, кого жены, тем не на мужей. Жизнерадостность помогает укрепить здоровье. Наш Творец хочет видеть нас какими? Здоровыми. Молодцы. И еще какие? Жизнерадостные. И жизнерадостные. Ну, тут как бы подсказки-подсказки, я думал, что-то не получилось. Ну, ладно, в следующий раз еще приятно. И стихи из Библии, которые подтверждают это слово Божьего. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а уныло не усушит кости. Знаете, я понимаю, даю себе отчет в том, что раз Бог послал эту тему, обязательно будут испытания в моей жизни, когда будет испытываться моя жизнерадостность. И в то же время, друзья, есть добрая весть, что Бог никогда нас не оставит. И как мы читали сегодня много вот этих историй, что жизнерадостными вы должны быть даже когда нам плохо. И стараться впечатлить... Вот, кстати, я вспомнил ту самую историю, которую я забыл. Я вам ей что-то расскажу. Одна моя знакомая, бабушка. Я вот почему, я же про Лукис это почему вспомнил. Что это знакомая бабушка, которая очень веселая и жизнерадостная женщина. И ее зовут Маргарита Александровна. Она очень живой и радостный человек. И она всегда, когда в церковь приходила, она, ой, привет, здравствуйте, как у вас все хорошо, как вы молодцы, как вы хорошо выглядите, а ты какая умничка. И она каждого комплиментами все такие радостные. Она пришла, все сразу расцветают. А когда ее нет, ну почему же ее нету, когда же она придет уже. Она пришла опять, я вам стишок расскажу, стишок расскажет, песенку споет. Такой человек в душе, знаете. И вот однажды мы пришли к ней домой. И, ну, вообще, она, конечно, такая хитренькая немножко. Однажды мы пришли к ней домой, и она приготовила нам борщ. А знала, что мы вегетарианцы мяса не едим. И она приготовила борщ. И мы приходим к ней в гости. Она насыпает нам его и говорит, вы знаете, я борщ сегодня приготовила без мяса. Мы говорим, ой, спасибо, мы его не едим. Она говорит, я знаю, поэтому я приготовила. Я беру ложку супа этого борща. А она вообще без вкуса, без цвета, без запаха. Как будто, знаете, вот варили, варили, слили, все, что было. Потом картошки набросали в новую воду, подкипятили и его немножко и дали. Я говорю, так оно же невкусное. Она говорит, как? А вы что, вкусное готовите без мяса? Она говорит, да я думала, что главное, чтобы оно было здорово и полезно. Я говорю, да нет, оно должно быть вкусное. На следующий раз приезжает, борщ дает, я кушаю. Смотрите, такое вкусное борщ было, что все вкусное борщ. И тут мне такая мысль, наверняка с мясом варили. Я говорю, мясо варю, и у нее такой нет, 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 нет. Она ведь такая хитрюга была, представляете? Подсунула мне мясо. Она как получилась? Она по-другому не умела готовить. Решила, видать, вкусно приготовить, а она не получилась. Она взяла мясо, отварила, и оно вкус появился какой-то. Ну, ничего, конечно, я не поэтому вспоминаю. И мы с ней разговаривали и выяснили, что она ослепла на один глаз. И об этом никто из ее друзей не знал. И всякий раз, когда ты с ней встречаешься, ей 86 лет. Всякий раз, когда с ней встречаешься, это куча оптимизма. Она все время такая бодрая, веселая, жизнерадостная. Но оказывается, она не видит на один глаз, у нее на втором глазе катаракта. Ей надо делать операцию. И я когда это все узнал, я говорю, что же она молчает? Она говорит, а зачем мне кому-то настроение портить? Все люди радуются и помнят, что я такая радостная всегда. И знаете, когда про нее кому-то говоришь, никто не скажет, что ой, это унылая женщина, недовольная чем-то. Все ее знают, как, знаете, комочек счастья, который куда ни придет, везде радостью стоит. И я хочу, знаете, каким быть? Я в своей старости, в своей 86, хочу быть бодрячком. Даже если я буду ослепшим на один глаз. Все равно я хочу быть веселым и таким жизнерадостным, как эта женщина. Она меня вдохновляет. Это бабушка, она очень оптимистичная. И я понимаю, что если она может, то тем более мы, которые молодые, действительно, нам-то есть больше, чему радоваться. И мы можем также радовать бабушек, и дедушек, и соседей, и друзей. Итак, друзья, веселое сердце, благотворное, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Давайте мы будем об этом помнить. Мы будем стараться быть здоровыми. Почему? Потому что мы по-здоровому будем реагировать на любую ситуацию. Даже на печаль, даже на какой-то негатив, мы будем воспринимать ее с оптимизмом. Потому что так учит нас с любовью. И с чего начиналось? С того, что в 5 часов утра кто-то постучал в мою дверь. И мне пришла мысль. Жизнерадостный. Вот это тема твоей проблему. Будем, друзья, жизнерадостный. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok